Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 4.16. События дня. Евангелие от Матфея 19.8. А сначала не было так. За 31 января 2017 года. Не указано имя, фамилию, потому что недруги совершенно сатанели. Кто только узнает фамилию, по интернету находит и начинает заливать грязью. Но иногда нарывается на таких, которые им по зубам свякнут, он тогда отойдет. Совершенно безбожники. Безбожники. И здесь, и в Филадельфе, и где только нет их. Игнатий Тихонович, меня интересует вопрос. Можно ли рассуждать в любое время по шкале греховности более или менее? И тем самым устроить свои социальные ориентиры для круга твоих знакомств? В разговоре, мол, вот он грешнее меня на два деления, а тот на полделения грешнее. Вот я не знаю, даже до конца вопрос такой-то. Может, дальше вот это к нему относится? Нет? Ну-ка. Когда ты начнешь жить доброй жизнью, то дьявол не спустит тебе этого, но подвинут против тебя всех нерадивых и ленивых, которые начнут осуждать тебя, поносить, пересмеивать и причинять при многое множество всякого рода неприятностей, чтобы заставить тебя бросить доброе намерение. Но ты не смотри на это, преподобный Симеон Новый Богослов. А вот что говорит? Это Симеон Новый Богослов. Вот такие слова говорит. Ну, а дальше вот это. Шкала, то другое. Надо смотреть, как говорится. С нечестивым не сходить. Зачем тебе с ним? Какое общение света с отьмою? Выше или ниже? Я такой вопрос никогда не ссал. Ну, видно, что он совершенно не слышит ничего там. И пьяный, и курит, и разговаривать не хочет о Боге. Я безбожник. Зачем ты с ним знаешься-то? Он говорит, берет авторитет такой человек. А ты дальше, бывает, в интернете найдешь, он прямо стоит человек и говорит, я атеист, я безбожник. Ну, явно видно, что он заливает блевотинами все, а ты его берешь и глотаешь. Ты совершенно ошалел. Как же так? Какие тут градусы-то? Он в аду сидит уже при жизни. И поэтому он начинает всякие говорить мерзости, выступает против истины. Вот это делить не надо. Половина там грешнее, градусы и прочее. Не знайся и все. Дальше. Алена С. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Вот, отслеживаю вашу посылку с книгами на почтовом сайте. Она уже выехала из города Тюмень. А это очень близко к нам. И я понимаю, что при получении я должна сфотографироваться и отправить вам фото. Но так как вы все выкладываете в интернет, то муж непременно увидит этот ролик и сюрприза на день рождения не получится. А оно у него 3 марта. Я и не думала, что наша почта работает настолько быстро. Думала, подарю и сфотографирую. А тут все так быстро оказывается. То есть она решила сделать подарок мужу 3 марта, не февраля, а еще целый месяц больше. Чтобы до этого времени небо, чтобы он ничего не знал, она тайно делает. Под книги подарить ему новые заветы к истинному православию. Ну если муж может увидеть фото, он может у нас эту беседу прослушать одинаково. Она уже раскрылась. Нет, он-то не считает, а то он-то не знает. Он-то не считает. Как мне лучше сделать, чтобы не нарушать ваших правил? Спаси Христос. Мне самой сфотографироваться? Я отвечаю. Фото выставлять не буду до указанного числа. Можно с мужем, с детьми. Книги разные в руки взять. Хорошее фото и другим на пользу принесет 3 фото. 3 фото. То есть ничего тут такого нету. Просто она решила сюрприз. В день рождения тогда распечатать, показать, дети. И опять говорит. Хорошо, я поняла. Тогда 3 марта я отправляю вам фото. Но как придет посылка, я все равно вас предупрежу, что получила. Благословенного дня. Конечно же, хорошо было бы, чтобы... Я отвечаю, кто говорит? Игнатий Лапкин. Ну чтобы понятно было, слушателям-то. Чего-то ради выкидываешь-то. Конечно же, хорошо было бы, чтобы, если, конечно, можно... Если бы снять ролик, как вы дома распечатываете и смотрите книги, впечатление было бы позитивное. Без ведомого мужа это можно... Это можно же сделать. Ну то есть вскрыть посылку. Мне нужно помолиться, как лучше сделать. А можно и в день рождения, чтобы он сам открывал. Мы такие дни проводим дома в общении, молитве, с кружечкой чая и тортиком. Хотя для нас это и не праздник. А вот детям еще, пока это событие, так как есть тортик. Хорошо буду молиться, чтобы Господь усмотрел. Спаси Христос. Игнатий Лапкин. Это было бы даже еще лучше. И ролик мне отдадите. Сначала его можете выставить, а я его заберу. А вы себя потом можете удалить. Только подумайте, как лучше это сделать. И покажите хорошо, полно, как дети будут картинки смотреть. И все на столе и в комнате, кто еще будет. Это полезно абсолютно всем видеть. И чтобы пояснения были и впечатления всех. Книги-то непростые. Их видеть можно в 600 библиотеках мира. У президента и в королевских библиотеках. Как мне сообщили. Алена С. Да, сколько трудов вы посвятили во славу Божью. Я постараюсь все сделать, чтобы наша семья была полезна вам и другим людям, кто увидит этот ролик. Игнатий Лапкин. Вот такое открытое общение мне близко. Как говорят, импонирует сполна. Мне вовсе не безразлично мнение вашего мужа. Такие книги никого безучастным не оставляют. То есть речь идет вот, трехтомник, который есть за нами. Впервые за 2000 лет вышел полное толкование на весь Новый Завет с Откровением. Каждая книга 752 страницы, чтобы видно было. 240 иллюстрации. Лучший иллюстратор Библии Юстав Доре. Его 230 и хвастикой 10. Вот это она увидела здесь, занятия идут. И вот выписал. Дальше. Когда мы путешествовали по миру с евангельской миссией, то встречались разные люди. И полиция, и милиция нас особо не трепали. Но было в одном государстве-царстве, бывшем недавно в одной корзинке с нами, южной, придрались за какой-то поворот. Видно, что грабят проезжих люди в форме. Что делать? Не отцепишься. Не отцепишься. Ты как-то окончание вот здесь все заглатываешь. Давай. А у меня были в запасе 8 экземпляров этого самого нашего издания Нового Завета. Вот это вот. То есть там везде 38 книг. Это на две коробки. Ну, на сколько мы едем на неделю? Обычно берется 25. Мы должны за неделю проехать 25 библиотек, 25 городов за неделю. Возвращаемся, опять загружаемся. И так уходим. Так, а у меня в запасе были 8 экземпляров этого самого нашего издания Нового Завета. Трехтомника с иллюстрациями. Это для прибавки, пробивки стен, где уж вовсе нет продыху. Пошел выручать документы. А милиция на веселье. Деньги в машине. Все сиденье завалили. И под ногами валяются купюры. То есть они откупаются, шофера-то, чтобы дай-ка проехать. Там большая трасса идет, а мы сбоку выезжаем. А они маленько подальше туда. И машины-то идут. В какой момент переехать? Ни знаков никаких, ничего нет. Они это место... Ну, это кормежка у них. Они тут есть. Даже у нас опытный шофер, дальнобойщик. Стояли, стояли. Машины-то идут. Ну, в какой момент-то переходить? Ни одного знака нет. И он хоть как переезжай, а знака-то нету. А трасса-то так идет, а он сбоку вот так. И туда поворачивает. Они там стоят. Эти молодцы, удалые, в форме. Ну и попа... Все, давай, плати. Он говорит, ничего не сделать. Они стоят здесь. Хоть сутки стой, пока они пьяные не уснут, тогда можно будет проехать. Специально не ставят. Ни одного знака нету. Ни на дороге, нигде. Как трассу-то пересекать-то? А тут у них сплошная линия нарисовали. Ее пересекать нельзя. Вот и все. То есть куда-то надо туда ехать, направо повернуть, а налево нельзя. Возрелся на меня, ждет такие же бумажки. А я тут ему и начал рассказывать о небесном. И книги показываю. Он руки протянул, и другие в машине офицеры потянулись. А как открыли, так и замерли. Про меня забыли. Я прошу документы, а они и не слышат. Тогда один толкнул этого главного добытчика бумажек. И он мне сунул наши документы. А на меня и не смотрят. И так же было не раз и на таможнях. Сегодня расскажешь. Далеко уплыву в воспоминаниях. Вот такие случаи вспоминаешь, когда и... Ну и дальше, что у нас тут? Надо показать наши ресурсы. Очень важно для нас это вот мой мир. Вот здесь я в шапке, там другие есть с голубем. Нет. А именно вот этот. Вот тут можно писать. Вот здесь почта есть. Я люблю это. Мне нравится этот ресурс. И наш форум большой. Семь лет назад он был открыт. Семь лет ровно. Вот. Ну, богатый чем он? Тысяча шестьсот две темы разных. Очень и очень большие. Вот здесь даже смотришь. Вот здесь у меня вопросы задают. Сколько просмотров? Вот здесь. Двадцать тысяч шестьсот десять. Двадцать тысяч. Представьте себе. Вот. Дальше здесь даже можно посмотреть, которые большие здесь. Здесь сколько есть? Десять тысяч четыреста девяносто девять. Видите? Просмотров. Здесь сколько? Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят пять. Здесь сколько? 26 635 Видите, значит Все-таки люди заходят, смотрят А вот это первое 11 тысяч 11 тысяч, да? 20 тысяч Вопросы задают, где отвечаешь Тут и отвечаешь Так это Цифра комментариев к этому По этой теме? Так, что теперь? А, это просмотры Просмотров, просмотров, комментариев нет Комментарий тут, кажется, нету Все скомментируют, не комментируют А именно вопрос и ответ Вот сейчас, что такое? Обработка завершена А какая тема? О питании, да? А, вот она, теперь как? Я ставлю вот сюда вот Вот тут Роман лежит на кровати Я к нему Ограниченный доступ Теперь вот смотри, как ограниченный Я его делаю открытым доступ Открытым Ну и какой плейлист здесь? Ну тут о чем? Вопросы и ответы Ну, может быть так Но я его ставлю к себе Потому что это моя была инициатива Вот Это только что, пока мы говорили сейчас Она все еще заказчика Сохранить Пройдет или не пройдет И теперь вот она Сейчас обработка завершена Сейчас должна дернуться Некоторые не знают, как это делается Ставится Закачил всю ночь Непрерывно Ну вот сейчас я посмотрю, как она откроет Не дает выхода Почему, неизвестно Нету Нету и все Все сделали как надо А выпуска Вот, дернула Наконец она выпустила нас Видите, какие цифры появляются Сейчас посмотрим, как она наша в Ютубе отразилась Вышла или нет Вот она вышла Вот она, которую сейчас мы запустили Вот она вышла Как мы лечились в детстве без врачей домашними средствами Видишь как Вот сегодня я выставил 9 роликов с утра 9 Сколько? 4, 8 И вот 9 9 роликов Представь вот этого 9 с утра У нас очень богатый материал Вот 22 минуты я здесь беседую Здесь события дня 1 час 18 Здесь 54 Это уже на 2 часа слушать Фактически на 3 Здесь 4, 5 Ну вот почти 5 Почти на 6 часов прослушания Ну кто что себе изберет Ну и далее у нас Очень ценное Это Во свете Библии Наш православный библейский сайт И вот в этом сайте Самое ценное Тут 50 книг аудио Вот эти книги лежат Вот которые А они все здесь Вот книги Вот слева я показываю Все можно найти Можно в электронной версии Взять, читать Это Слово Божие Звук видео Много фильма Про нас, которые сняты И последнее Это 55 позиция Церковь Что о церкви у меня в книгах говорится Это мы уже прошли Далее Теперь мы Я выделяю Ctrl S Копирую Так Это что у меня Это надо закрыть Она мне мешается Да и это можно закрыть Вот теперь открываю Вот этот Вставляю Ctrl А выделил Ввожу на шрифт 20 И теперь можно будет считать Вот пожалуйста Давай браток Считай Вопрос 3406 20 том Кто такой Диамид В который раз О нем по радио передают Что он про масонов сказал И про антихриста И в газетах Все по разному О нем толкуют Кого слушать Не знаешь И все вроде бы Говорят правильно Все вроде говорят правильно Все То есть Вот в личинках разобраться Один говорит так Другой так Ну а как разобраться Ну ты посмотри внимательно Он говорит хорошее Но дальше-то его заносят Что телефоны нельзя иметь Мобильные А сам говорит Его снимают Показывают Как нельзя Когда тебя же и снимают А то Авель разъезжает Семеном где-то Обманщики Одно слово Обманщики Но это А епископ Ну дальше-то не знали Что дальше будет Он сгинул где-то Его нету 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 Мы каждый день За него молимся Щукотский Анадырский был Родного брата Рукополагает Один он Рукополагает И у епископа И тут же Рассорились Разные уже Юрисдикции Оно и должно было быть Это А то потом Как говорят в газетах Ответ Ответ Вот несколько Высказываний О нем Разных людей Самым правильным Считаю ответы Кирилла Сахарова Югубина На Бересеневке В Москве И самые скользкие Кольские Прямо-таки Иезуитская Андрея Кураева Как поцелуй Иуды Понятно У меня хорошее отношение Но я говорю Как это мне видится Хорошее отношение С Андреем Ну вот так он сказал Такое мое мнение Извертел свою совесть Мужичонка Настоящий Наделавший Много шума Сенсацией Стало письмо И епископа Анадырского И Чукотского Диамида То есть меня спрашивают Это в университете Я на капитре стою Как? Я сразу У меня с собой Все время материалы Нет А потом Это еще дома Раскрыл Я беру Которое положительное Которое отрицательное А человек сам должен Себе сделать вывод Публикованное в малоизвестной Руси православной Оно неожиданно было оценено Светскими СМИ Как голос совести И раскола одновременно Диамит Епископ Анадырский И Чукотский Родился 24 июня 1961 года В городе Кадиевка Луганской области Украины Семья рабочего В 1978-1983 годах Учился в Харьковском институте Радиоэлектроники После окончания которого Работал инженером-конструктором В Харьковском Катрухском бюро ДСФ В 1986 году Поступил Московскую Духовную семинарию 3 июля В 1987 году В Троице Сергиево Лавре Пострижен в монашество 18 июля 1987 году Рукоположен Ваира Дьякова Ты еще не надо считать В 89 В 89 году Окончил Московскую Духовную семинарию И поступил В Московскую Духовную академию Которую окончил В 93 году В 91 году Рукоположен В Иеромонаха С 91 года Находился В командировке Камчатской И Магаданской И временно Сахалинской епархии С 92 года Настоятель Храма В честь Успения Пресвятой Богородицы В последствии Вновь построенного Свято-Тройского храма В городе Елизово Камчат Елизово Елизово Я там служил В этом Елизово Камчатской области 28 августа Возведем Сан-Игумена 21 июля 2000 года Сан-Архимандрита В 2000 году Хиротонисан Воепископа Надырского И Чукотского Так Теперь Кто о нем Что говорит Пожалуйста Отец Андрей Кураев Кавычки открыты Думаешь В том Как он воспринимает Происходящее событие Сказывается то Что он Не участвует В реальной церковной политике Возможно Даже у себя В своей Собственной епархии Он не работает Постоянно С политиками Регионального уровня А это как раз Не соответствует Статусу Епископа То есть Вот он должен Заниматься политикой Куда гонит Его Да как раз Он не должен Этим заниматься Все наоборот Политики Мыслители Журналисты Способны Слышать Церковных людей Чего я там взял Тоже непонятно И понимать Аргументы И на их позиции Как и на процессы Происходящее В обществе Можно влиять Да никак Молитва Он должен привести К Святой Библии Андрей Это ни слова Не говорит О Священном Писании Ни о Христе Да как Какие-то советы В этом Различие Позиции Московских Иерархов И Чукотского Епископа У них Разный Социальный Опыт И отсюда Разное Восприятие Того Что происходит В нашей стране Ни слова о Христе Как будто его нету Ни слова о Библии Нету Считай Ты это как говоришь Человек Как будто совершенно Неверующий Это все люди Настраивающие себя На апокалиптический лад Вот это плохо он делает То что Ожидает пришествия Христа И прочее Они все стилизуют В алармистском духе Алармистском духе Алармистский Аларм Это тревога По-английски А Понятно Все плохо Всего надо бояться А опыт их пребывания В церкви Превращается В школу ненависти Из чего это он взял Тогда когда его Начинает долбить Андрея Этого Диамида Точно так же Тогда Андрей Напал сразу На Степаненко Я вступился Конечно За Степаненко Они пропагандируют Такое благословие Ненависти Кругом враги Они все нам строят Козни Надо им противовстать Вплоть до Сожжения еретиков Ну это он уже Лишку хватил Нигде он о того не говорил Сжигать там еретиков И прочее Но так и написано Что мир враждебен нам Враждебен Я умер для мира А мир для меня Кто любит мир В том нет любви Очень Прелюбодея Прелюбодейцы Называются Духовная проституция Чем они занимаются Духовная иерархия Кто любит мир Яков 4.4 Как я могу Ставить тут Молча Когда Епископа Диамида Бомбеднула И такие слова Говорят Так Такие настроения Есть И как ни странно По монастырям Они то и заразили В свое время Епископа Диамида А он их Озвучивает сейчас Тем более Сторонникам Владыки Диамида Есть повод Задуматься над тем Как реально звучит Их голос В современном мире И кто оказывается В числе союзников Да ничего Это не надо Он должен проповедовать Христа Идите проповедовать Евангелие Ни слова нету Как говорит человек Это чисто Рафинированный ум Неверующего Которые Марсизм Семолинизм 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 Есть повод Задуматься Над последствиями Раскрепощенности Своих чувств Непросвещенных Ни богословским разумом Ни серьезным Политологическим Образованием Политологическим Все Это что Говорит Андрей Это говорю Было Сколько Когда на него Нападали В то время Я в университете Говорил Это больше Десяти лет назад Было Дальше Владимир Легойда Главный редактор Журнала ФОМА Заведующий Кафедрой Международной Журналистикой МГИМО У МИД России По словам Владимира Вигелянского Смущает форма Обращения Епископа Которая Похожа На обращение Священного Синода Или Архиерейского Собора Кавычки открыт Он неправильно Обращение Делает Это еще Ни о чем Не говорит Получается Что группа Людей Берет на себя Функции Этих Высших Церковных Органов Пояснил он Да пророк Никто Амос Обыкновенный Амос А он громил И всех Этих Архиереев И прочее Ну кого На кого Смотрел Максим Исповедник Федор Судит Там и Патриархия Все было Он все Громил Никого Не видел Теперь их Фамилии Даже нет А эти Святые Канонизированные Охватились Предверии Объединения С рубежной Православной Церковью Нашим Священнослужителям Следует Хоть немного Соответствовать Тому Чему Они Сами Учат 26 февраля Пресс-секретарь Союза Православных Граждан Кирилл Фролов То есть Разные Разные Люди Что говорят Об этом Он Ассоциирует Консервативного Епископа Диамида Выступающего Против Рудиментов Экуменической Активности В РПЦМП С Антицерковным Либералами То есть Они Говорят Рудименты То другое О чем Знаются Сатанистами Иерархи Так Где Кирилл Который Патриархом Где он ездил Какие там Памятники Были И вот Закрыл Я на бабку Какие Рудименты Она не знает Что это такое Какая свекла Красная Или белая Которые Требуют Возвращения Церкви В гетто Вот попробуй Разбери Что это Вот точно Такое же Грамотное Он Вкончал Академию Духовную Чтобы оправдать Любое безумие Любое беззаконие Больше Ни для чего Нам не нужно Появление Обращения Епископа Диамида Пресс-секретарь Союза Связывает С активностью Откровенно Антицерковных Деятелей Типа Назарова И Демаршами Группы Непремиримых Борцов СНН Вот как И Назарова Назаров Был У нас здесь Я не согласен С чем-то Михаил Но он много Много хорошего Говорит А он близкий Был тогда Душенову Константина Юрьевича Дальше Во главе С некими Гордеевым И Манягином Обвиняя их В разрыве С РПЦМП И уходе В раскол Кирилл Фролов Утверждает Именно эти люди Обхаживали Епископа Диамида Он призывает Подвергнуть Епископа Диамида Адекватным Каноническим мерам Адекватным Ты канон покажи В чем он неправ был Внимание Слушать надо Глеб Яконин Священник Глава комитета Свободы совести Его уже нету Сейчас священник Я его знаю У меня не опубликовано Интервью с ним 16 часов Глеба Яконина Она силу не потеряла Надо пленки эти поднять Кавычки открыты Я вижу Промысел в том Что имя епископа Анадырского И Чукотского Диамид Созвучно Со словом Динамид Его письме Обнаружился Заряд Взрывчатки Но мы не знаем Какой величины Несколько граммов Килограмм Или мегатонна Если Диамид Начнет действовать Неизвестно Чем это может Обернуться Для московской Патриархии Тем не менее Я считаю Этот шаг Чрезвычайно важным Вот так Вот как надо Рассмотреть Все таки Я не знаю Еще не понимаю Чем кончится А шаг этот Который сделал Диамид Выступил Один Да это вообще Это чрезвычайно важно Потому что Все погибло В трусости И корысти Московской Патриархии Абсолютно Авторитарная Структура Да все Командовым Составом Везде Когда говорят О том Что у нас В государстве Авторитарный режим Я думаю Что президент Взял пример С московской Патриархии И перенес На всю страну Ну Ельцин был Ельцин На всю страну Перенес Это как архиереи Куда на каком месте Садиться Ельцин это делал Не сюда сел А туда И прямо показывает По интернету То что Сделал Епископ Диамид Это очень важный шаг Очень важный шаг Вот как рассуждают Сравни с Андреем Там Легайда Какой-то говорит Потому что На протяжении Десятков лет Не было такого Чтобы священнослужитель В сане епископа Выступал С критикой В адрес Московской Патриархии Вот Не было Десятки лет Важен сам факт Такого обращения Что до содержания Обращения Могу сказать Что я как Представитель Реформистского крыла Поддерживаю Идею О необходимости Проведения Поместного Собора Но в остальном В этом подтексте Высказаны Глубоко Анахроничные Идеи Епископ И его сторонники Выдвигают Средневековые Идеи Которые К сожалению До сих пор Очень распространены Он прав Вот отец Глеб Прав Но не прав Куда он пошел Там К Филарету И куда Я с этим Не согласен Я его лично знаю И знаю Неплохо Никак не согласен Ну на него Наложили Какие-то Напрещения Надо было Подчиниться Вот Из священников Я слышал Только отец Глеб Всегда говорил Зачем я стал Священником Он думал Там политические Идеи Продвинуть А ничего Нет Он мне говорит Сам священник Это мешает Теперь уже нет его Гейдар Джемаль Председатель Исламского Комитета России Кавычки открыты То что сегодня Понимается Под современным Христианством Это не есть Первоапостольное Христианство О Представьте Это кто говорит И это говорит Мусульманин Откуда он взял Может мой том 18 прочитал Не то Христианство Которое вышло Из синагоги Да Я двойственно Отношусь К заявлению Епископа С одной стороны Я с ним согласен Я согласен Точно так же Потому что То что происходит В мире Есть подготовка Высших Клерикальных Иерархий К созданию Мирового Правительства Которое Согласно Пророчествам Мусульман В том числе Наряду с христианами Будет Правительством Готовым принять Антихриста Вот заметь И говорит А так говорит Джемаль Я с ним Больше всего согласен Именно так Надо понимать Максим Шевченко Руководитель Центра Стратегических Исследований Религии И политики Современного мира Название-то какое Стратегические А ничего там нету Нету человека Кавычки открыты В этом документе Как это всегда бывает У представителей Крайне К радикальной Точке зрения Присутствуют Странные смешения Здравых мыслей И откровенного Безумия И сектантского Фанатизма Ооо Президент России является Православным Человеком Ну а для него Если есть Православный Пьяничца Пинчушка Православный Человек Самодур Что до молчаливого Согласия Вместо обличения Антинародной Политики И существующей Власти То Что-то мы не слышали Голоса Епископа Диамида И его Приспешников В 90-е годы Когда у людей Отнимали имущество Когда разорялась И распадалась Страна Почему не раньше Его и Возможности Не было еще Они заявляют Что проведение Межрелигиозного Саммита Является признанием Масонского Правительства Это честно говоря Уже к психиатру Это вообще Невозможно Комментировать Это Прямое Обвинение Патриарха Который Участвовал В этом Саммите В том Что он Готовит Приход Единого Мирового Лидера Антихриста Это Оскорбление Я бы На месте Высшего Церковного Начальства Устроил Открытый Церковный Суд Над Обвинителями О Они еще Говорят Самоубийцы Что ли Никогда На это Не пойдут Я Просто Знаю Это Их нужно Лишить Сана За взявную Клевету Потому что Утверждать Что патриарх Подготавливает Приход Антихриста Это просто Безумие Или злой Умщик Ничего особенного Нет Если патриарх Будет венчать Его Антихриста Что ты Ты просто Не знаешь Считай Ефрема Сирина Авторы Этого Письма Очевидно Верят В какого-то Другого Бога И в другое Писание Вероятно Долгая Жизнь На Чукотке Соспрыгла Их С некоторыми Шаманскими Верованиями Видишь куда дальше Шаманы Какие-то Нет Он видел Их Нет Потому что Мне это известно У нас начинают Звенящие кедры Это Виссариона При плиту То есть Это из одного Кошеляни То есть Безбожник Отец Кирилл Вы знаете О появлении В электронных СМИ Обращения Епископа Надырского И Чукотского Диамида Дзюбана Которая Подписана Не только им Но и рядом Клириков Его репархии Вопросы Которые Поднимает Владыка Диамид Близки Вам Как бы Вы могли Прокомментировать Это обращение Знакомы ли Вы с Епископом Диамидом Егуман Кирилл Это Около Храма Христа Спасителя Храм на Берсеневке Метров Двести пятьдесят От него На другой стороне Москвы Этой реки Егуман Кирилл Лично нет Хотя мы земляки Оба С Донбасса С Луганской области Я с Перевальского Района А Владыка Из Стаханова Бывшая Кадиевка В Стаханове Я бываю ежегодно Когда в октябре Прошлого года Был на своей малой родине На погребении отца Познакомился С отцом Владыки По намарившим В больничном храме В имя священномученика Пантелеймона Сможа епископа Диамида Видел лишь однажды В Даниловом монастыре Незадолго До его епископской Хиротонии Тогда он Обратил на себя Внимание Какой-то особой Внутренней Сосредоточенностью Сосредоточенностью Ты предложи Полслова считаешь А дальше уже Ничего не слышишь Сосредоточенностью Сейчас многие Говорят об этом Обращении Как вы думаете Чем это вызвано Ведь и раньше На эти темы Были выступления Это вопрос ему задают Это особый случай Дело в том Что впервые Зам последние годы Вот в таком виде Открыто Гласно Появилось обращение По важным вопросам Церковной жизни За подписью Правящего епископа Иерарха Московского патриархата Да еще и с группой Клириков Его епархии Ох А что вы думаете О самом содержании В принципе Все то О чем написано В этом обращении Давно известно Но опять вы нажали Что-то вот это О Епископ Диамид Сказал то о чем Ну все Что такое А что хотите сделать Да я закрепить хотел Чтобы Вот куда Я нажимаю Ну это новый файл Он еще без названия Мы когда прочитаем В конце закрываем Обычно сохраняем В самом конце это Помните Ну ладно Давай Так Экуминизм никуда не ушел Совместной молитвой Пусть не так открыто И широко Как раньше Имеет место Отец Андрей Кураев Реагирует на обращение Епископа Диамида Говорит что Экуминическая активность Снизилась А как же быть То есть он не согласен С Андреем Кураевым А этот Отец Кирилл А ну так как же тогда Быть с участием Представители делегации Московского Патриархата В Большом Экуминическом форуме В Бразилии В середине 90-х годов Я как предстоятель Председатель Союза Православных Братств Был членом Богословской комиссии Московского Патриархата Недолго правда Принял участие Только в одном заседании В этом качестве На следующее заседание Меня как и некоторых других Засветившихся Неприязненным отношением К экуминизму Уже не пригласили В новых списках Мы себя уже не нашли От того заседания У меня остался Любопытный документ Подписанный Несколькими участниками Заседания Известными богословами В том числе Двумя епископами В нем говорилось О желательности Постепенного эволюционирования Нашего участия Во всемирном совете церквей О членство К статусу наблюдателя И о недопустимости Совместных молитв С инославными Увы мы по прежнему Состоим в этой организации Очень убедительно На мой взгляд В обращении Говорится О религиозном саммите Вот это Он хвалит Этого Диамида Мог бы еще Посоветовать Почитать Статью Преподавателя Московской Духовной Семинарии Максимова Одному ли Богу Поклоняются Христиане И мусульмане Так вот Я сказал сразу Кого я взял Показываю Больше всего Я согласен С отом Кириллом Вопрос А что касается Молчаливого Согласия Вместо Обличения Антинародной политики Существующей власти Приводящей К распаду Государством Демографическому Кризису И другим Негативным Последствием Ответ Насчет Обличения Власть Придержащих Не знаю Мне трудно судить Нам всем далеко До патриарха Ермогена Я не обличаю То есть Конечно Я обращаю Внимание На всякие Аномалии В окружающей Действительности На памятник Ленину При входе На фабрику Красный Октябрь На обилие Спиртного В соседнем Магазине На развал Развращающих Книжной продукции В киоск Неподалеку Но делаю Это аккуратно Дипломатично Чаще всего Опосредованно То есть Через своих Прихожан Тем более Наверное Нужно осторожно Поступать Когда это Касается Властей Впрочем Может быть Я чрезмерно Осторожничаю Вот видишь Как он молодец Сказал Почему Ну Андрей Куряв Как-то сказал Для меня важно Что скажет Епископ Уберут оттуда Его Осторожничаю А что касается Антинародной Политики Существующей Власти Знаете Известно Очень много Шокирующих Цифр Только что Слушал По народному Радио Писателя Арцебашева На темы Сельского Хозяйства По соответствующему Национальному Проекту Выделяется На его развитие 1 миллиард Долларов А теперь За 15 лет На 300 Миллиардов Коров Было 19 миллионов Сейчас 4 На обслуживание 1 гектара Сельхозземли У нас Выделяется Средств 40 раз меньше Чем на западе И так далее И тому подобное Но главное Демография Так это еще разворуют Вот читаю В последнем номере Газеты Знания власть Кавычки открыты Через 30 лет Население России По оптимистическому Кавычках Восклицательный знак Сценарий Сократится На четверть А в США Возрастет на треть Уровень Рождаемости В России В два раза Ниже Простого Воспроизводства От кого же Зависит Изменение Ситуации От власти Конечно же Во многом Нам действительно Необходимо Покаяние Во всех компромиссах Нарушающих Канонические Правила И достоинства Церкви Связанных С ее отношениями С государством Особенно В 20 веке Включая Декларацию Митрополита Сергия 1927 года Где Недопустимо Отождествляется Позиция Церкви С интересами Безбожного Государства Неправильно Трактуется Слова Апостола Павла Не есть власти Ача не от Бога И особенно В последние годы Когда мы Наблюдаем Соблазнительный Тандем Церкви И государства По вопросу Глобализации А что По поводу Глобализации Очень правильно Говорится Об обращении В обращении В обращении Диамида Об ошибочном Утверждении Что принятие Внешних Знаков И символов Навязываемых Новым временем Не может Повредить Душе Без ее Сознательного Отречения От Бога Я всегда Привожу слова Владимира Филимонова Ученого Из Петербурга Представьте себе Схимника У которого На одеянии Вместо крестов Расшитых Будут везде Три шестерки И который Будет говорить Ничего Мол Страшного Внешне Внутреннему Не вредит Это же Абсурд На самом деле Между внутренним И внешним Существует Органическая Связь Внешний Знак Символ Имеет Либо Положительный Либо Отрицательный Знак Несет Определенную Духовную Нагрузку Который Напрямую Воздействует На душу Вот как Особенно Важно Что Владыка Диамид Отметил Неприемлемость Присвоения ЭНН Храмам И монастыря Вот Мы еще Как-то Чудом Держимся А ведь Немало Пострадало Последние Годы Противника Глобализации За неприятие Таких Вещей Так что Случаи Дискриминации И неканонических Мер наказания О которых Говорится в обращении Были на лицо Дело в том Что отец Кирилл Сахаров В этом Берсеневском храме Он один На всю Москву Который Не принял ИНН Он мне не раз Звонил Даже здесь Что делать дальше Дальше то Что делать Я говорю Держись до конца Хотя Знаку Никакого значения Не имеет Это не на тебе Не на Ризе А там у них Документы Вопрос Кстати А как ваше Сейчас положение Единственного Москве храма Не принявшего ИНН Проводили ли вы Годовое собрание Сдали ли отчет Ответ Собрание проводили И отчет Сдали Накануне Как и в прошлые годы Ездили помолиться На могилку Старца Самсона Вот так Как вы думаете Чем все закончится Какова Будет судьба Епископа Диамида Уберут с кафедры Но дальше Чукотке вроде бы Некуда посылать Ответ Есть разные меры Я не знаю Как в этой ситуации Поступить Свощей на начале Делать вид Что ничего не произошло Маловероятно Скорее всего Пожурят на синоде Призовут Подуматься Укажут на недопустимость Таких широких обращений Соблазняющих Малых сих И не служащих Ко благу Церкви Кавычки закрыт За христиан Вещей нету нигде Ни у кого Могут перевести На другую кафедру В качестве Викарного епископа Помощника Отправящего Могут Монастырь Временно сослать Непонятно В чем заключается криминал Человек ведь Озвучил то Что он думает Ну да Вопрос Криминал видимо С точки зрения Священного начали Не в том Что он думает А в том Что он вынес Это может быть Даже не желая На всеобщее обсуждение Думай что хочешь Но молчи Ответ Ну а где же тогда Соборность Вероятность Озвучить То о чем написано В обращении На соборе В обстановке Которая там Иной раз царит Как рассказывал Как рассказывал Дыка Ипполит Другой мой земляк Из Донбасса Довольно небольшая Мне кажется Что сейчас Обостряется дилемма Как быть дальше Продолжать репрессии Навешивание Орлыков На несогласных Или наконец Прислушаться К голосу тех Кто выражает Тревогу В отношении Апостасийных Процессов Церковной жизни Боюсь Что ко второму Еще не готовы Велик соблазн Додавить Держать И не пущать Вопрос В обращении Говорится о том Что существует Необходимость Созыва Поместного собора РПЦМП Вы согласны с этим? Ответ Я считаю Что это очень актуально Все объяснения Которые даются Насчет того Почему Собор Поместный Не собирается Неудовлетворительно Я считаю Что это Серьезное Попрание Принципа соборности Что причиной К этому Является Боязнь 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 Голоса народа Боязнь Что будут Озвучены Какие-то Неудобные вопросы Решения Которые будут Добиваться С участием Народа Епископом Надо быть Отцу Кириллу Смотри Как он правильно Отвечает Возьмите Пример Старообрядцев Там На соборах В обсуждении Важных Не церковных Вопросов Участвуют Представители Среднего духовенства Представители Мирян И это Происходит Довольно часто И там Есть критика В адрес Церковных властей Но уровень Соборности Находится На более Высокой ступени Поэтому То что Отменил Липпункт Устава 88 года Касательно Регулярно Проводимого Поместного Собора И заменение В 2000 году Архиерейским Собором По сути Это похоже На тихий Переворот Вот так Правильно Опрос Это ведь Просто Антиканоническое Решение Ответ Конечно Антиканоническое Беседа Владимир Овин Портал Кредо.ру Я дальше даю Эпиграфы Иудив 5.22 Когда Ахиор Окончил эту речь Весь народ Стоявший вокруг Шатра Возроптал А вельможи Алаферна И все Населявшие Приморье И землю Муава Заговорили Точас Надобно Убить его Сирахов 14.28.29 Заговорил Богатый И все Замолчали И превознесли Речи Вода Облаков Заговорил Бедный И говорят Кто это такой И если он Споткнется То совсем Не извергнуть Его Вот так Стихотворение Поздняя осень Грачи улетели Лес обнажился Поля опустили Только не сжата Полоска одна Грустную думу Наводит она Кажется Шепчут колоси Друг другу Скучно нам Слушать Осеннюю вьюгу Скучно Склоняться До самой земли Тучные зерна Купая в пыли Нас Что ни ночь Разорять Станицы Всяко Пролетные Прожорливые Птицы Заяц Нас топчет И буря нас бьет Где же наш пахарь Чего он же еще ждет Или мы хуже других уродились Или недружно Цвели Колосились Нет Мы не хуже других И давно В нас налилось И созрело зерно Не шоркай рука Не для того же Пахал он и сеял Чтобы нас ветер Осенье развеял Ветер несет И печальный ответ Вашему пахарю Моченьки нет Знал для чего И пахал он и сел Да не по силам Работа затеял Плохо бедняги Не ест и не пьет Червь ему Сердце больное сосет Руки Что вывели борзды эти Высохли в щепку Повисли как плети Очи потускли И голос пропал Что за унывную песню певал Как на саху Налегая рукою Пахарь задумчиво Шел полосою Некрасов Некрасов А к чему я стихотворение поставил Вот это и есть Заброшенная полоска Идиомидовой епархии Куда она пошла Что они там делали Давай Церковь идиомид Вот теперь еще раз посмотрим Теперь вернемся назад И новую Откроем Копируем Уходим на Вордовскую страницу Увеличиваем ее Уже обычной Мы знаем где И начинаем дальше Давай Вопрос 3452 21 том Открытый молком Нельзя ли объединить всех Кто не захотел войти В патриархийную церковь Чтобы всем быть вместе Да Ответ Что понимать под словом Вместе Под одним руководством Так этого делать как раз И не следует Можно быть под разными Синодами И быть близкими по духу Это я даю ответ С кафедры Или по радио Сейчас не знаю Нам уже не воевать плотским оружием А значит И самое главное Быть едиными В вере евангельской Я един с апостолами Со святыми отцами И нет Мне разницы Что они уже перешли В другую часть церкви Один священник У митрополита Валентина Суздальского Проводил что-то Вроде конференции Я с ним согласен Как будто рядом был Михаил Ардов Двоеточие Архиереи Возглавлящие Зарубежную церковь Написали письмо На генуэзскую конференцию Где было буквально Почти точно я скажу Народы мира Помогите доброму И прекрасному Русскому народу Который попал в руки Уголовников Мировых злодеев Помогите им Освободиться Дайте им оружие Пошлите своих добровольцев Потому что Эти злодеи В конце концов Потом еще И на вас кинутся Но вы же понимаете Что их На генуэзской конференции Не слышали Что для большей части Паства Иммигрантский Антисоветизм Был важнее православия Да И когда По-видимому Коммунисты У нас От власти ушли То православие Осталось в стороне И об этом аспекте Почти никто не говорит Очень мало голосов В частности Я перешел Из московской патриархии В 93 году Когда я понял Что патриархии Никто не хочет каяться И никакого очищения Не будет Я перешел В русскую зарубежную церковь Это Аждов говорит Михаил Митрополит Анастасий Замечательный Духовный иерарх Не благословлял немцев На поход на Россию Есть какая-то Одна цитата Что есть Одушевление К тому Что у коммуниста Появился такой враг Который Может разрушить Этот бандитский Чудовищный режим Немцы Немцы С присущей им тупостью Но тем не менее Все это Довольно эффектно Что же касается Митрополита Лавра С которым я общался Наверное Четыре раза В своей жизни Один раз В Москве Когда он Инкогнито Приезжал Как секретарь Синода Зарубежного В 93 году А затем Дважды Или трижды В его резиденции Он меня Совершенно поразил Я такого человека Второго Может быть И не знаю Он никогда Ничего не говорит Он только Внимательно Смотрит И слушает И мало того Митрополит Лавр Я это уже говорил Войдет в историю Православных церквей Мира Во все времена Потому что Не только в церкви Но в церкви Точно существует Такая традиция Если кого выбирать Епископом Выбирает Первый иерархом Епископы Этот человек Всегда после этого Произносит Какую-то речь Кого-то он Благодарит Говорит О намерениях Просит Молитвах И так далее Что касается Митрополита Лавра То когда его избрали Первый иерархом Выкинув Безобразным образом Его предшественника Митрополита Виталия Есть такой термин Церковный Настоловали Он по этому поводу Не сказал Ни единого слова Это действительно Прецедент В истории Православная церковь В 20-х годах Находится В жесточайшем Кризисе Во всем Могословы Последних времен Считали Что есть такой термин Удерживающий Еще апостол Павел Писал Во втором послании Что антихрист Не явится Пока не будет Взят удерживающий Удерживающим был Православный император Вы понимаете Как понимает Это арбов понимает Дух святой Удерживающий В 17-м году Удерживающий был Взят и дальше Началось полное безобразие А до этого Разве не было безобразия В царской Это России Что там было Стена Гнилает К ней развалится В России В России Началось чудовищное Поддерживаемое Чекистами Обновленчество Да Потому что Митрополит Филарет Который в начале 60-х годов Стал иерархом В зарубежной церкви А скончался он В 85-м году Ввел свой корабль Абсолютно точным курсом Вместе со своим Главным помощником Епископом Григорием Граби Они написали Три скорбных Послания Против Экуминизма Обращаясь Ко всем мировым Православным церквям И разъясняя Всем прочим Что Московская Патриархия Не церковь свободная А марионетка Коммунистических Властей Приходы Эмиряне В зарубежной церкви Не сродни нашим Забитым Находящимся Почти в военном Послушании У наших архиереев И вот поэтому Мы знаем Что во всех Политических играх Во всех Политических Предприятиях Патриархия Всегда гласно И радостно Подпевает Власть имущим Кавычки открыты И так Свершилось То о чем Синод Владыка Лавра Стой лживо Убеждал всех И вся Что ничуть Не помышлял Не помышляли В объединении Так тоже Обманывали Рассчитывая На то Что у людей Может быть Памяти Не быть памяти А может не быть Памяти И чтобы не было Слишком легко Ссылаться На прежние Бравые Бескомпромиссные Заверения Проще всего Стереть Весь предыдущий Архив Поэтому Не лишне Еще раз Напомнить С кем эти Продажные Архиерии Обращаются Общаются Общаются Кому 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 Обязать Руку Кого Величает Святейшим За все Время Своей Головокружительной Карьеры Сложа Руки Товарищ Дроздов Это Алексей Дроздов КГБ Кличка Алексея Ридигера Безусловно Не сидел И не знал Чем лучше Угодить Своим Безбожным Хозяевам Что явствует Из его Биографии Так не лишне Напомнить В частности Для отца Владимира Потапова Слывшего Близким Другом Виктор Потапов Виктор Александра Исаевича Солженицына Официальные Слова Святейшего Писанные Им 17 Февраля 1974 Года Перед ЦК КПСС Определял Ему Самое Первое Место В разряде Тех Кто Кавычки Открыты А нет Нет Вот Дальше Мера Примененная К Александру Солженицыну Президиумом Верховного Совета СССР О лишении Его гражданства СССР Является Вполне Правильной И даже Гуманной И отвечает В воле Всего Нашего Народа Кавычки Закрыты В такой Обстановке Неудивительно Что знаменитый Секретный Доклад Фурова Прочитанный В 78 Году Перед ЦК КПСС Определял Ему Самое Первое Место В разряде Тех Кто И на Словах И на Деле Подтверждает Не только Лояльность И патриотичность К социалистическому Обществу Это Говорят О патриархе Алексии Вот это Впереди Что он Говорит Тоже Что правильно Что выгнали Его Напротив Он Идет А теперь Вот Строго Соблюдая Характеристику Это Такие Самые Самые Нужные Архиереи Которые Впереди Идут Сами Храмы Закрывают Это Об Алексеи Говорят Можно 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 Представить Себе Как Надо Было Человеку Выслужиться Перед Безбожниками Чтобы Заслужить Столь Лестную Характеристику Если Кто Скажет Что Он Этим По примеру Сергия Строгородского Спасал Церковь В кавычках В жуткое Советское Время Напомним Что В год Тысячелетия Руси Когда Горбачевская Гласность Перестройка Уже Не Была На Зените Товарищ Дроздов Удостоился Почетной Грамоты КГБ За Особые Заслуги Вот Перед Кем Капитулировал Нью-Йоркский Синод Кому Без Боя Он Сдал Церковь Ее Имущество И Главное Ее Душа Вот С кем Пошли На Объединение Это Все Говорят В Историю Церкви Войдет День Когда Весь Христианский Мир Праздновал Славное Вознесение Господне Православным Христианам Дано было Наблюдать Великое Падение В этот день Падение Соединение Церковного Небосвода В бездну Пала Некогда Славная Звезда Поэтому Сегодняшнее Сопротивление Малого Остатка Зарубежной Церкви Является Ничем иным Как Священный Долг Памяти По отношению К нашим Отцам К нашему Прошлому Долг Памяти Во имя Духовного Будущего России Которые Остались Вернуты Рубежной Церкви А мы Никого Верно Неверно Мы знаем Там Смерть Поэтому Не идем Туда В том Случае Если Такое Временное Собрание Допускает Грубые Ошибки Канонические Нарушения Каковы Например Допускал Синод При Митрополите Сергии Запрещая И перемещая Архиереев То Каждый Епископ Волен Самостоятельно Принимать Решение О своем Неподчинении Такому Собранию Так и Поступили Почти все Почитаемые Нашей Церковью Новомученики И Исповедники Российские Например Священномученик Иосиф Петроградский Отделившийся От Сергиевского Синода Как раз После Незаконного Смещения Своего С Петроградской Кафедры Подобные Примеры Знает И более Ранняя Церковная История Так В эпоху Временного Распада Византийской Империи После Захвата Константинополя Крестоносцами В 13 веке В разных Самоуправляющихся Частях Империи Образовалось Несколько Малых Соборов Которые Стали Временной Высшей Церковной Властью Для каждой Из этих Частей Империи Я всегда Говорю Сколько Епископов Отдельно Надо Зачем Это Нужно Было А давайте Вместе Синод Нигде О синоде Не говорится Каждая При этом Иерархи Свободно Переходили С одного Малого Собора В другой Не подвергаясь За это Каноническим Прещениям Поскольку Единой Признанной Всеми Частями Империи Высшей Церковно-административной Власти Никогда Не существовало Кавычка Открыта Я считаю Вполне Нормальным Чтобы в Украине Отдельно Существовали Украинская Русская Церкви Покаяние Это изменение Всегда Все Кто жил За пределами Родины Считали Когда уйдет Советская Власть Сразу Придет Покаяние Но Как мы знаем Этого Не состоялось И церковь Вместо того Чтобы признать То что было Продолжает Оправдывать Советский Период Своей деятельности Мол Все делалось Правильно Они Все патриоты Служили Отчизне Они так и Говорят Верхушка Нашей Церкви Мол Если мы Увидим Что из этого Ничего не выйдет То мы выйдем Из этого Союза Но это один из шагов Который нельзя вернуть Выйти оттуда Уже не удастся Перед тем Как предпринять Такой шаг Нужно было Хорошо подумать Иначе выхода Уже Не будет Россия Как и Ватикан Осуществляет Очень агрессивную Политику Если бы церкви Взаимно Признали друг друга То имели бы Общение Евхаристическое Но не вмешивались В дела В друг друга Вот что нужно Евхаристическое Общение иметь Приезжает архиерей Служит Но Просто нормальное Человеческое Сосуществование Да Если этого нет Никакие соглашения Не помогут Церковь проявляла Может быть Чрезмерную Снисходительность К данному Архиерею Агафангелу Одесскому Сказал Архиепископ Вар Ну мало что сказал Дальше Это я беру Эпиграф Псалом 72.8 Там нигде нету этого Нигде У нас Я делаю Эпиграф Над всеми издевается Злобно разглашает Клевету Говорят Высока Не над всеми Над всем Над всем Второе Паралипоменон 36.16 Но они Издевались Над посланными От Бога И пренебрегали Словами Его И ругались Над пророками Его Доколе не сошел Гнев Господа На народ Его Так что Не было ему Спасения Видишь какие места говорят Вот о том что они говорят Я нахожу подтверждение Как они издеваются Над людьми Которым Бог Открыл истину Иеремия 27 Ты влек меня Господи И я увлечен Ты сильнее меня И превозмог И я каждый день По смеянии Всякие издеваются Надо мною Стихотворение Глаза открыть На то Что окружает И душу Радует наличием Своим Посевом по весне И щедрым урожаем Конечно если видеть захотим Всего в достатке В чудном преизбытке Внутри и вне И в космосе Таежном Неблагодарность Делает несытым Удовлетворить их Сам Господь не может В душе Познавшие веры Иисуса Особые мелодии И в горе И в горе Прозвучат Такой букашку Зряшно не пропустит На всем Увидит Божью Печать В лесу И в поле Равный на море Он слышит Чувствует Присутствие Творца С безбожником О том не будет Спорить Подобно Дьяволу Тут будет Отрицать Кощунственно Безбожно И неумно Нетрезво Бредит Будто Обезьяна Не станем Прыгать И играть На струнах А позже На органе С фортепьяно Мудрец Великий И дивный Соломон О ветре Думал О его Движении И звездным Кругом Не был он пленен При всем Своем великом Положении Писания Пророков Откровения Божии Из самых Главных Могут умудрить А мудрость На лицо Печать Свою Наложит Из недругов Исторгнет Удивление Крик Имей Что в уши Зреть Открытым Оком О том Смиренно Бога Вопроси Во всем И ты Участник А не сбоку Будь осторожен Не лишись Ресниц Духовным Зрением Наделенный Зрит И понимает Слово Божье Жизнь С ним Свет Во тьме Без утренней Зари Восстань Мертвец И для Христа Проснись 25 На 5 7 О чем Речь идет Соединение Или лавра Церковь Напиши Объединение СМП Все на этом Время Кончилось Сейчас Прошел О Слава тебе Господи Теперь мы Можем еще Спасибо за субтитры